Продолжаем выпуск. В Казахстане на грани исчезновения производства сахара из свеклы. В Алматинской области из-за нехватки сырья с прошлого года бездействуют перерабатывающие предприятия. Тем временем на покупку сахара из Латинской Америки из бюджета уходят миллионы тенге. Почему в Казахстане не хотят налаживать производство собственного сахарного песка? Двери двух сахарных заводов Алматинской области наглухо заколочены уже год. Директор перерабатывающего комплекса Алтенбек Батов остановку производства объясняет отсутствием сырья – сахарной свеклы. В этом году фермеры вырастили всего 10 тысяч тонн сладкого корня, и те решено отправить в Южный Казахстан. Сейчас мы, получается, примем людей, а этого объема, который в этом году намечается, его хватит всего переработать, ну, максимум на 10 дней работы завода. И сейчас мы собранную свеклу отправляем в Америкинский сахарный завод. Последние вот два года свеклы как таковой нету вообще по Казахстану. Сами фермеры говорят, что свеклу выращивать невыгодно. Государство хоть и выделяет субсидии на ее посадку, но 50 тысяч тенге за гектар даже расходов не покрывают. Вдобавок ко всему предприятия по переработке сахара с ними расплачиваются не деньгами, а готовой продукцией, которую еще потом продать надо. Выращивать свеклу очень тяжело. Мы вот сдаем ее на завод, а вместо денег получаем тростниковый сахар. К примеру, в прошлом году нам дали по 2 тысячи тенге за мешок сахара, а на базаре сахара дешевого полно. В итоге даже за 2,5 тысячи не смогли продать. При этом ежегодно из год бюджета выделяется около полумиллиарда долларов на покупку сахара и сахарного тростника. Везут их из стран Латинской Америки. К слову, потребление сахара в мире растет с каждым годом. Среднестатистический казахстанец в год съедает 27 килограммов сладкого песка. Между тем, санврачи Алматинской области настоятельно рекомендуют снизить его потребление. Ведь сахара и свеклы в Казахстане всего 5%. А тростниковые импортеры для придания товарного вида тщательно обрабатывают химикатами. В сахаре мы определяем обычно соли и токсичных элементов. Это свинец, кадни, мышья, картофель и другие. Кроме этого, определяем пестициды, наличие остаток пестицидов и физико-химические показатели. То есть это цвет продукта, сыпучесть, допустим, доля сахарозы. Сахар входит в перечень основных социально значимых продуктов. Он применяется при изготовлении большинства пищевых товаров, а также лекарств. Между тем, для поддержания свекловодства в республике до конца 2020 года из госбюджета планируется выделить более 8 миллиардов тенге. Однако гарантий того, что эти деньги помогут сделать свекольный бизнес более рентабельным, а на прилавках появится больше сахара казахстанского производства, нет.